Дорогие друзья, всем большой привет! Это канал Супер Отпуск, и мы на нашей загородной даче в Подмосковье снимаем этот осенний блог для вас по вашей просьбе. Такая хорошая осенняя погода, сентябрь, такие не по-сентябрьски жаркие дни, просто прекрасное солнце светит, и вы очень просите снимать дачные блоги, пока еще тепло, пока еще светит солнце, пишите об этом. И поэтому, друзья, снимаю специально для вас, хотим показать всю красоту, которая сейчас цветет, все цветы, такое многообразие красок осенней. Хочется все это запомнить, и в принципе я с вами согласна, что зимой будет очень хотеться это все посмотреть, и сейчас очень хочется побольше снять, всего запомнить, ну и показать вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Да, я вам признаюсь честно, что дачные блоги снимать немного тяжело, потому что для того, чтобы снять, здесь надо, в общем-то, встать пораньше, все убрать, все приготовить, потому что не так все красиво, как вот сейчас. Например, сегодня я проснулась в 9 часов, ну, для кого-то, может быть, это Паша говорит, да, рано, да? Ну, для выходного, в общем-то, я считаю, что в 9 часов нормально встать, но иногда я встаю в 8, сегодня я встала в 9, быстро оделась, попила кофе, значит, сделала себе несколько петербродов и пошла косить. Вот я все покосила, потом приехал Паша, мне немного помог, у него вот такую вот цену красоту, и вот теперь готова вам показать, потому что, друзья, сад бывает разным, как в одном из видео из своих я уже говорила, не всегда сад красивый, бывает сад и неухоженный, и заросший, и обросший, и для того, чтобы все было красиво, конечно, надо много ухаживать, тратить много времени, вот, поэтому всем, кто хочет завести свой сад, сразу говорю, что, друзья, готовьтесь много и долго работать, поэтому хорошо, когда это ваше хобби, и это вам не в тягость, вот, например, мне не в тягость, я очень люблю наводить порядок и чистоту в саду, я очень люблю что-то сажать, полоть, косить, иногда я кашу даже тогда, когда Паша говорит, не надо косить, и так все хорошо, один раз я попросила косить сына, и, знаете, он косил, и косил-косил, он вводил вот эту косилку, я потом вышла, говорю, Денис, как ты это косишь? Тут вот проплешина, тут, он, мам, ну я не вижу, как косить, понимаешь, ну все покошено, мам, я не понимаю, тут же везде одинаково, то есть вот так вот, ребят, я говорю, ну это твой глаз не видит, а мой видит, поэтому, конечно, чтобы заниматься садом, надо иметь к этому предрасположенность, вот особый характер, особое состояние души, наверное, чтобы от этого не уставать. Я здесь немножечко сделала такую перестановку, поставила свои прекрасные бегонии, не знаю, Паша покажет вам их или нет, вот смотрите, как красиво расцвели, всем, кто мне написал про семена бегоний, всем вышлю, друзья, но только не забудьте прислать свои адреса, пока мне прислали адреса только два человека, и, знаете, у бегонии одна важная особенность, про семена я вам сейчас расскажу, дело в том, что у бегонии есть мужские цветки, а есть женские, и для того, чтобы семена взошли, надо, чтобы они опылились, соответственно, мужскими цветками. Не всегда в природе это получается, и иногда бывает, что вот с одной такой коробочки может быть тысячу семян, а иногда бывает, сеешь коробочку и ни одного семени. Но тут, друзья, я уже не могу, к сожалению, на это никак повлиять, и узнать, опылились семена в данной коробочке или нет, в общем-то, невозможно. Поэтому, все, кто написал, что несколько коробочек, может быть, повезет, какая-то будет опыленная, и у вас будет тысячи две маленьких бегушек. Ну вот, друзья, тоже решила поставить на вид, так у меня все стояло, это белая бегония на лавочке, вот, я решила поставить на вид, думаю, пусть постоит, потому что уже осень, все не так ярко цветет, краски не такие яркие, и хочется каких-то таких вот уже красок все-таки ярких. Барбарис, Тонберга, вот, в общем-то, Хоста. Еще, друзья, вот обрезан сегодня ирис полностью, вот некоторые ирисы, они прям уже все, надо их обрезать. А потом, кое-где сегодня убрала уже эхинацею, потому что она тоже, когда разрастается, становится такой сухой, не очень красивой, и как-то не очень опрятно смотрится на участке. Сегодня я много откуда поубрала. Также, друзья, убрала сегодня рубекию, потому что вот в том углу у меня было много рубекии. И мне ее уже просто надо было убрать, она вся высохла. Зато готовы вам, друзья, показать розы, которые готовятся к цветению. Несмотря на то, что сентябрь, вы увидите, какие плети новые разрослись, и все готовится к цветению. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень много по поводу роз, обсуждений, комментариев. Спасибо, ребята, за то, что вы пишете, даете свои советы. Кто-то даже отгадывает поэссарта роз, которых я не знаю. И, знаете, мне почему-то поначалу казалось, ну не знаю я сорта роз, и не знаю. Что обязательно их надо знать? Ну как-то я всегда сажала сад для себя, и, честно говоря, я никогда не думала, что я буду показывать тебе где-то видео на просторах интернета. Так это все произошло как-то спонтанно и случайно. И никогда я не стремилась запоминать сорта роз. Ну сейчас, если честно, я чувствую себя немножечко дурочкой. Потому что все знают сорта роз, а я не знаю. Вот я вам хочу сказать честно. Ну теперь на будущее я исправлюсь. Все сорта, которые буду сажать, я буду стараться их запоминать или записывать. Ну запоминать, наверное, не получится. Вот расскажите, как вы запоминаете сорта роз. Я вот не могу понять, как можно запомнить такое разнообразие сортов роз. Я не знаю, то ли начертить себе схему участка и написать, где какая роза посажена, и подписать название, потому что по-другому. Ну я не знаю, как можно запомнить. Вот, хотя, кстати, все цветы, которые растут на моем участке, я знаю, как они называются. Но вот именно с сортами роз и клематисов у меня прям проблемы. Вот я не могу их запоминать, и все. Вот расскажите, как вы запоминаете такое большое многообразие сортов роз. Вот не просто интересно, может быть, я возьму на заметку. Кто-то мне один раз писал, что писали на камушке название роз, и камушек подкладывали вот под розу, и таким образом запоминали. Вот я не знаю, действительно, что ли такой способ попробовать. Потому что я не знаю, как можно запомнить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот еще одна неопознанная красавица, друзья, растет в моем саду уже лет 8, но название я ее не знаю. Такая низкорослая она, розочка небольшая, но такая вот яркая. Смотрите, как она красиво цветет. Это вот только когда распускаются у нее бутоны, и вот потом, когда уже отцветает вот такой цвет. Очень красивая, интересная роза, но не знаю ее название. Опять-таки, если кто-то опознает и напишет, буду рада. Вот, подпишу для себя, постараюсь запомнить. Здесь тоже чуть-чуть подняли, моя красавица. Здесь вот надо было сделать опору, но я как-то забыла. Идем. Вот. Сегодня полола все. Наросло много страников. Вот я тут постаралась чуть-чуть навести порядок, прополоть. А то, думаю, буду показывать сад. Бардак не покажешь. Поэтому я говорю, снимать дачные влоги, если честно, немножко тяжело. Потому что приходится очень все долго готовить. И, знаете, пока все приготовишь, если честно, потом уже нет сил ничего снимать. Но сегодня силы я нашла. Вот. Потому что скоро осень. Этой красоты не будет. И хочется все запомнить. Вот какие мои красавицы. Этой Розе тоже уже лет восемь. Ребята, напишите название, если знаете. Я не знаю, какие розы у меня растут. Как-то меня, знаете, больше интересует нисколько вот конкретный я не розовод. Мне просто очень нравится создавать красоту на участке. Вот я вам скажу честно. Я не могу назвать себя там прям каким-то садоводом, розоводом. Нет, вовсе нет. Есть, конечно, у меня кое-какой опыт, о котором я рассказываю, делюсь. Кому-то этот опыт подходит, кому-то нет. Вот. Ну, конечно же, он есть. За такое время, время большое, что я занимаюсь садом, это 10 лет уже. Конечно, опыт у меня есть. Но, в принципе, я не могу назвать себя каким-то знающим очень человеком, розоводом, садоводом. Я просто люблю делать красоту. Вот у меня такое призвание в моей душе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В прошлом видео я показывала это розоводом. Розоводом, которая только-только готовилась к цветению. И тут была всего одна роза. Опять-таки, не знаю названия, кто напишет. Буду рада! Это плетистая роза. Совершенно не знаю названия. У меня спрашивают, а мне настолько что-то стало стыдно, отвечать на комментарии, что я не знаю, я не знаю, я не знаю. Прям, кто знает, пожалуйста, напишите. Вот смотрите, какая красивая роза. И вы знаете, у нее какой-то совершенно потрясающий запах. Причем вот этот запах я слышу, а есть запах роз, который я не слышу. И у нас вот с Пашей, мы с ним противоположности. Мы вот сколько раз с ним уже такой эксперимент проводили. А от тех роз, от которых я слышу запах, Паша не слышит запах. И наоборот. Я слышу от них. Вот от этих сейчас слышишь, да, запах? Слышу, прям. В ушах звенит все. От моего голоса, да? Паша, шутит. Вот, у нас там есть тоже такая прекрасная роза. Вот я совершенно не слышу ее запаха, Паша. Говорит, да что она пахнет на весь участок? Вот я не знаю, наверное, вот все люди разные. Насколько разные у нас физические наши данные. Вот настолько мы разные. Так вот. В общем, такая красивая роза. И мне кажется, даже она вот очень сейчас хорошо сочетается с моим платьем. Как, Паша? И с тобой. И со мной, да? Ты вообще прям сливаешься с розами. Люблю я розы, друзья, но совершенно не знаю и не стремлюсь запоминать их названия. Но теперь придется, поскольку я веду садовый блог, и придется мне это делать. Вот. Здесь вот еще у меня плетистая роза, красивая желтая. Тоже готовится к повторному цветению. Ну, вообще по правильному, да, я говорила, вот эти все семена оборвать. Но сейчас я не буду это делать, потому что уже сентябрь. И если я оборву вот эти вот коробочки семенные, то это спровоцирует рост новых побегов. Роза не успеет окрепнуть, эти новые побеги не успеет окрепнуть. И она все равно, в общем-то, они зимой замерзнут. Поэтому лучше, конечно, сейчас вот уже эти коробочки не обрывать. Хотя очень хочется навести тоже красоту. Но что поделать. Здесь у меня, друзья, смотрите, разросся какой большой-большой-большой. Паша, как он называется? А, это шаровидная ива. Я купила ее у бабушки. Буквально, я не знаю, наверное, рублей за 100. Вот из такой маленькой веточки у нее разрослась вот такая большая ива, такой большой кустарник. Я ее подстригаю обычным секатором, но Паша обещает мне к следующему году купить пилу, чтобы я это делала пилой. Это гораздо удобнее, быстрее и ровнее получается. Тогда тебя вообще боюсь не остановишь здесь. Поэтому я пилу, друзья, не покупаю. Я все поперю. Слушай, я вот опять не могу пройти мимо этой розы. Смотри, какая красавица. Да. Я просто... Да, друзья. Согласен. Да, очень красивая роза. Но вот я говорила в прошлом видео, что ее очень сложно пригибать. У нее очень жесткие плети, и она не пригибается. Я ее обрезаю и сколько могу, просто укрываю. Хотя очень красивая, очень красивая. Но у нее плохой подвой, не очень качественный, из нее растет шиповник. Вот в одном из предыдущих видео про розы мне писали, что у вас растет шиповник от прививки, потому что вы ее не заглубляете. Ничего подобного. Я не заглубляю никакие розы, потому что у меня глинистая земля. Я уже об этом говорила. Вот. Но, знаете, я пришла к выводу, что вот эти вот поросли шиповника, они растут просто от некачественного подвоя. И, к сожалению, к сожалению, на моей памяти, сколько роз я не покупала, вот такой историей страдают наши российские розы. Вот, к сожалению, вот безумно красивая роза, очень красивый сорт, выведен, но некачественный подвой. Потому что сколько роз я покупала импортных, пусть даже в самых дешевых коробках, все растут очень долго, уже у меня по 8 лет, и ни разу там не вылезло ни одного, ни одной плети шиповника. Вот настолько качественный подвой. А посажены все совершенно одинаково. А вот наши российские розы, к сожалению, как бы вот их какими красивыми не делали, но вот, видите как, некачественный подвой делают. В общем, здесь у меня вот такой розовый уголок, тут розовые розы, вот такие тоже разные цвета. Это чайно-гибридные розы, но опять же говорю, сортов не знаю, кто опознает, она пишет. Буду благодарна. Вот, видите. Давно у меня тоже растут, уже лет 5 эти розы. Вот эта роза, ты знаешь, вот эта роза, она, несмотря на то, что прививка у меня на поверхности, как я уже говорила, но каким-то образом она смогла зацепиться и образовала собственные корни. У меня такой первый раз, друзья, как она это сделала, я не знаю. Ну, в общем, как ты сделала, как я об этом догадалась, потому что у меня из-под земли, где-то сантиметров через 20, вылез еще один стебель этой розы, понимаете, из-под земли. То есть обычно этим страдает шиповник. Ну, вот это как раз импортные розы, они не дают порость для шиповника. Кстати, очень дешевые, недорогие, но вот дали собственные корни. У меня такой первый раз. Говорят, это хорошо, когда розы дают собственные корни, но у меня такого не было. И вот это первый раз, когда роза дала собственные корни. И здесь еще она очень красивая. У меня эти розы сочетаются с гортензией, ванилой фразией. Вот, сейчас мы вам покажем. Ванилой фразией. Вот так вот, такими большими шапками цветет. А есть еще, знаете, ребята, кортензии, которые называются пинки-винки. У нее практически такой же цвет, но поменьше шапки. А вот у меня тоже таких есть две кортензии, но вот эта мне нравится больше. Такие, конечно. Шапки большие. Невозможно пройти мимо и не полюбоваться. Ну, и еще одна роза, которая тоже готовится к цветениям. Она здесь ведется по перголе. Мне уже спросили в комментариях, чтобы, если есть такая возможность, Паша показал мастер-класс про то, как он делает перголу. Как, Паша, ты готов следующей весной сделать мне еще парочку? Я как раз вам об этом прошу. Но Паша пока ответ не дает. Пока, наверное, плохо прошел. В общем, если будем делать, обязательно с ней не он. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, и петуни, такие, какие есть. Уже, честно говоря, перестал за ними ухаживать. Просто поливаю. Потому что обрывать уже стал и лень соцветия, если честно. Да и времени не всегда хватает. Но, в общем-то, уже осень. Уже думаешь, ну ладно, все равно они цветут уже скоро. Но вот пока они еще красивые, смотрите. Ну, зато петуни пахнут вообще на весь участок. Чувствуешь их, Зак? Нет. Слышал? Раньше слышала. Слышал? Да, сейчас нет. Вы знаете, где я увидела первый раз петунию? Я вам скажу. Первый раз я увидела петунию в Египте. Когда мы отдыхали. Я вообще не знала, что такое петуния, все, что это за цветок. И я помню, что мы приехали вечером в отель. И мы шли с чемоданами. Номер. Нас вели. Мы шли пешком. И был такой потрясающий запах. Потому что петунии, они в основном дают запах такой очень сильный. И вот как раз вечером. Вечером, да. Да, и мы шли, и я такая думала, блин, чем же так пахнет? Как же, чем так пахнет? И мне с нами была одна девушка, она сказала, что это петунии так пахнет. И мы говорим, что такое петунии? Это такой цветок. И вот первый раз я увидела петунию именно в Египте. Вообще, друзья, у меня очень интересная такая история, как начала заниматься я с Адом. Я, честно говоря, как-то никогда не интересовалась прям так вот растениями. Ну, не считая того момента детского, когда мы все в детстве помогали родителям. Сажали картошку, выкапывали картошку, тяпали картошку, поливали от жуга картошку. В общем, мне кажется, слово картошка знают все, кому лет по 40. А так я, в общем-то, как-то никогда не думала, что вообще могут быть на свете сады. Но однажды я попала в сад к одним своим знакомым. И я увидела цветы многолетние. В общем-то, их было там не так много, но я увидела хосты. Больше всего меня поразили хосты вот такие красивые. У них было вот так несколько хост посажено. И, не помню, по-моему, вот ирис, еще какие-то такие цветочки. И меня настолько это впечатлило. Вот был газон и вот такие вот хосточки. И настолько мне это впечатлило. И, в общем, с тех пор я как-то очень захотела сделать для себя нечто подобное. И вот с тех пор я занимаюсь садом. Все растения, которые вы видите в моем саду, в основном, в основном, где-то в 80% случаев, они либо куплены совсем за небольшие деньги у бабушек на рынках, либо выращенные из собственных семян. Лишь некоторые растения я покупала. Ну, конечно, это розы, вот, это гортензии я покупала. И я покупала вот такие вот елочки, туйки. Это вот покупное. А все остальное, все, что касается таких многолетних цветов, гвоздички, там, всякие почвопокровники, много чего, это практически все выращенные семян, ну, либо куплено у бабушек совсем за небольшие деньги. Наш старенький мангал уже совсем поржавел. Ну, не то, что поржавел, он уже, мне кажется, даже дышать перестал. Он уже, друзья, дышать перестал. В общем, друзья, мы сегодня решили приготовить плов в казане. Паша вот сходила за казаном. Покажи казан. У нас родственник очень вкусно готовит плов. И мы решили сегодня поступить по такому же принципу и приготовить тоже плов. Не знаем, что у нас получится, но, Паша, твердый намерень осуществить задуманное. Что-нибудь получится, думаю. У нас на этот случай, в принципе, буян есть. Кто-то всегда нас поддерживает, если нам не пойдет. Который доест, да, если что. Вот, так что будем готовить друзья плов. Обожаю дым от костра. Это что? Друзья, вы видели, что буян наделал? Если вы узнаете, это от мельницы моей. Вернее, от Светлани, которую я делал. Сейчас она стоит без лопастей этих. Он их все оторвал. Представляете, что творит? И все погрызли. Вот он сейчас, смотри, как просится к нам. А мы его не берем, ребята. Вот он. Сейчас мы вредничаем, да? Не берем его. В общем, вот такие у нас дачные будни. Ничего необычного. Все как у всех. Пытаемся жарить шашлык. Готовим плов. Косим. Стрижем. Что еще делаем? Поливаем. Вот опять вышло солнышко. И вот такие у нас дачные будни. Такой у нас супер отпуск на дачу проходит. В общем, друзья, у Паши дилемма. Знаете, меня учила бабушка очень давно, Царствие Небесное, как сварить жесткую курицу. Дело в том, что это своя курица. Мои родители тут чуть-чуть грубили кур, который не неслись. И для того, чтобы она сварилась нахуй, надо бросить вот такой стаканчик небольшой. Паша такой первый раз видит и говорит, зачем его бросать. Я говорю, варим мы всегда так варили в нашей семье. В общем, такой интересный способ. Если еще кто-то о таком слышал, напишите. А мы варим вот так. Конечно, магазины курицы таких изысков не требуют. А вот когда курица своя, и она старая, и уже она так нормально побегала по свету, годик-два. В общем, ее бывает очень сложно разварить. Но, тем не менее, бульон от нее очень вкусный, и плов получается отменный. Но для того, чтобы мясо было мягким, надо бросить вот такой стаканчик, пока все холодное, и вот вместе с ним варить. Так что вот такой способ, ребята, научила мне бабушка. Музыка. 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 Ну вот так прошел наш сегодняшний день на даче. Солнышко уже зашло, день подошел к концу, такой теплый, не по-осеннему погожий денечек солнечный. Ребята, со всеми прощаемся, всем говорим до свидания. Если видео было для вас полезным, интересным, или просто вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами был ваш Супер Отпуск. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok